добрый вечер дорогие друзья с вами канал два боковых сегодня наш прогноз на бой энтони ярд против артура бетербеева в общем этот бой состоится уже в эту субботу на арене уэмбли в лондоне в общем то что нам ожидать мика как ты думаешь от этого боя что может предложить энтони ярд артуру бетербееву привет друзья да уже в субботу нас ждет бой на уэмбле на знаменитой арене и в главном бою карда будет боксировать артур бетербеев будет защищать свои титулы у него уже их три то есть в шаге от звания абсолютного чемпиона в по тяжелом весе и соперником станет энтони ярд это не ярд прежде всего всем известен как бывший претендент на титул который боксировал сергея ковалевым вот в принципе что сказать о ярде человек начал любитель свою карьеру в принципе начал заниматься боксом 18 лет то есть любительские карьерами в 22 боя если не ошибаюсь и потом его заметил фрэнк ворон подписал профессионалы до типа у ярда природный талант скажем так но я думаю все согласятся что человек который начинает заниматься боксом 18 лет ну как бы перспективы не такие как у бетербеевы да у бетербеева шикарная любительская карьера и сейчас у него показатель сто процентов побед нокаутом он доминирующий чемпион и на самом деле я не знаю что может предложить ярд бетербеева то есть у него нет такой школы как у бетербеева да у него есть мощный удар но я думаю никто не захочет соревноваться с бетербеевым в ударной мощи то есть вести открытую драку я думаю ты согласишься то что шансов очень мало будет высадить тем более если вспоминать бой ковалева ярда как бы ты помнишь так как я проиграл в итоге он нарвался он был нокаутирован джебом джебом да то есть понятно что он шел там навстречу это усилил удар ковалева но я думаю что в целом наверное держалку ярда не лучше и все пройдет проверить еще бетербеев то как бы я лично ожидаю победу нокаутом бетербеева и наверное в первой половине боя то есть я ставлю на то что бой продлится максимум 6 раундов ну вот это такие мои мысли что ты думаешь по этому поводу ты знаешь я тебе возражу энтони джошуа тоже начал 18 как бы ну и не мешает вам это показывать иногда иногда видимо в некоторых случаях начать поздно даже лучше и боксер не выгорает к этому времени да но это все зависит от от личности насколько он любит бокс насколько ему нравится бокс но например если рано начинают они зачастую могут выглядеть раньше то есть там может случиться с любым с любым спортсменом это совершенно не как бы непредсказуемая вещь приходит да ну понятное дело наверное проверять силу удара у кого сильный удар яр не будет это точно он скорее всего будет маневрировать работать наверное вторым номером с бетербеевом с бетербеевом это дело тяжело потому что он в общем то и он на перехвате работает хорошо и он умеет он умеет ли боксировать с любым боксером он все думают что такой просто парень который подходит подойдет этом сильнее ударит но это не так бетербеев просто классный боксер помимо прочего он он знает как подойти как отойти он даже может вторым номером работать и просто у него очень очень сильный удар такой от природы да наверно как у как у днтл валдера другого формата просто тяжелая рука и с ним очень тяжело боксировать в этом плане что будет предлагать ему ярд ну скорее всего будет бокс скорость передвижения много двигать головой ну в общем то не знаю сколько это все ему поможет думаю не сильно поможет ярду бетербееву рано или поздно таки найдет то есть наш прогноз на досрочную победу бетербеева как там оно будет мы уже посмотрим в эту субботу но пока дал нас такие прогнозы досрочная победа бетербеева не звучало да все ждут досрочной победы бетербеева но по-другому но это будет громкий обстоит это будет очень громкий если ярд вдруг выиграет это что должно случиться с бетербеевом должен не знаю заболеть как выйти на бой с травмой или что-то такое но в общем то да никаких шансов мы не видим напомню вам дорогие друзья что в андеркарте боксирует далакян да ты это хотел извини что перебил ничего продолжать далакян против давида джименеза мы к сожалению соотечественные зрители наверное европейские ничего не знают об этом боксере но в общем то это не говорит что это какой-то плохой боксер или это там проходимый боксер просто он в общем то неизвестен нашему зрителю как в общем то весь вес к сожалению вот такой маленький вес он не всегда интересен но тем не менее это будет хороший бой это будет и мы обязательно сделаем разбор боя далакяна это будет интересно я думаю далакяна хорошие бои и следуя у нас будет разбор боя артура бетербеева с энтони ярдом так что нас ждут насыщенные выходные оставайтесь с нами подписывайтесь на наш телеграм-канал на наш обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наш youtube у нас уже первая тысяча спасибо всем кто с нами ну в общем ждем выходных ждем классного бокса и всем бокс пока 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 Продолжение следует...